Добрый день! Сегодня хотелось бы поговорить про ЛФК, в частности, про пациенток с раком молочной железы. Однако, многие из того, что я буду говорить, могут относиться практически к любой локализации онкологического заболевания. Почему данная проблема сейчас так актуальна? Возможно, многие из вас так или иначе сталкивались с какой-то информацией, с очень различной информацией по поводу того, можно или нельзя лечебную физкультуру при онкологических заболеваниях. Скорее всего, многие из вас слышали, что категорически нельзя, прям вот вообще никогда, ни за что. Однако, это немножко не так. На данный момент я хотела бы показать на слайдах. Здесь показаны различные методы, различные лечебно-физические факторы, которые используются в реабилитации, в частности, здесь пациенток с раком молочной железы. И синим отмечены научные работы, которые были посвящены именно лечебной физкультуре при раке молочной железы. Как видите, это очень большое количество исследований. И мало того, что это большое количество исследований, по данным этих исследований, лечебная физкультура была признана, во-первых, эффективной, а во-вторых, безопасной практически на любом этапе из лечения, в частности, раком молочной железы. Начнем мы говорить про ЛФК при оперативном лечении молочной железы. В данном случае у нас, естественно, есть предоперационный период, послеоперационный период, который делится на несколько разных стадий, и тренировочный период. У каждого периода, естественно, есть свои цели и задачи. Итак, предоперационный период. Период, по разным данным, кто-то считает, что от постановки диагноза до непосредственной операции, где-то говорится чуть более конкретно, это от момента госпитализации до момента операции. На данном этапе нам важно научить пациента, в целом, объяснить ему, что его ждет после операции, какие упражнения, в целом, что можно будет делать, какую нагрузку можно, какую нельзя, как правильно садиться, как правильно вставать, в целом, правила техники безопасности. Это самое важное на предоперационном этапе. После операционного периода, собственно, основная задача этого периода – это профилактика осложнений. На раннем этапе мы начинаем работать именно с активизацией кровообращения и лимфообращения. Почему это важно именно с точки зрения лечебной физкультуры? На данном слайде видно, что лимфоток очень сильно зависит от наших движений, так как лимфатические сосуды проходят почти всегда очень близко к мышцам, и движения лимфы во многом стимулируются движениями мышц. И также еще одним из важных компонентов для движения лимфы является наша диафрагма, так как это наш такой большой насос. У нас и в грудной полости, и в брюшной несколько отрицательное давление, и при движении диафрагмы идет как раз-таки, можно назвать это подсасывающим эффектом для всей крови. И кровь, и лимфа стремится к сердцу, как и должна это делать. Собственно, на раннем послеоперационном этапе мы занимаемся именно тем, что мы активизируем наш кровоток. В данном этапе упражнения, во-первых, самое важное, делаются без боли. Акцент делается на упражнения дыхательные, как раз обучение правильному диафрагмальному дыханию. По первости, это мало у кого получается прямо с первого раза правильно. Можете вот сейчас сами попробовать на вдохе надуть живот, а на выдохе втянуть. Это вот прямо противоположно тому, что мы обычно делаем. Если вдруг у кого-то сразу получится, я за вас очень рада. Также большое значение имеет мелкая моторика, то есть разработка кисти. Даже вот эти вот мелкие движения в медленном темпе, они все равно стимулируют кровоток в данной области. Практически все упражнения здесь делаются не дальше, чем до локтя. То есть мы делаем упражнения до локтя. Плечо, особенно плечо со стороны операции, мы практически не трогаем. Также еще один из способов улучшения кровоток – это движение головой и шеей. Это также наш способ улучшить кровоток в данной области. Данный период длится примерно первые-третьи сутки. Почему такие сроки? Во-первых, это самый сильный болевой синдром. Во-вторых, это время постановки дренажей. Сами по себе дренажи – это достаточно инородное тело, которое нам мешает, в том числе мешает проводить лечебную физкультуру. Поэтому она здесь довольно ограничена, но от этого не менее эффективна. Далее идет отсроченный период. Это четвертые-седьмые сутки. Данный период примерно как раз-таки совпадает со временем, когда мы снимаем дренажи. И уже здесь мы начинаем подключать руку со стороны операции. В данном случае ограничение – это 90 градусов на всякий случай. Если меньше 90 градусов, это пока не страшно. Все еще действует правило – мы работаем без боли. Как раз-таки комплекс упражнений так или иначе направлен на то, что примерно вот к этому седьмому дню до 90 градусов у нас рука будет подниматься безболезненно. Также здесь подключаются упражнения и на нижние конечности. В целом это стимулирует общий кровоток, это повышает тонус организма, это дает нам дополнительные силы работать. Также для улучшения переносимости нагрузки очень удобно чередовать упражнения специально, то есть направленные именно на улучшение подвижности сустава, на уменьшение отека, с упражнениями дыхательными, а также с упражнениями, которые направлены не на непосредственно руку или плечо, а, например, на ноги. На данном слайде вы видите примеры некоторых упражнений. Также забыла сказать, на раннем этапе работа идет индивидуально, на последующих этапах работа уже возможна либо в малых группах, либо в группах достаточно больших. Восстановительный период. Ориентировочно 8-21 день. У всех очень индивидуально, поэтому в целом сроки довольно приблизительные, зависит и от операции, и от объема, и от подготовленности организма. Ну, предположим, вот 8-21 день. Этот период, когда уже можно восстанавливать полный объем движения в нашей руке со стороны операции. Для этого все также используются те же упражнения на мелкую моторику, упражнения для плеча, упражнения на дыхание. Также здесь для облегчения увеличения подвижности практически все увеличение подвижности идет плавно. И как такая подсказка для организма на выдохе, когда упражнения на вдохе мы дошли до какой-то крайней точки подвижности, и на выдохе мы еще чуть-чуть добавляем объема, особенно почему на выдохе. Выдох – это наше дополнительное расслабление мышц. Тогда организм позволяет немножко дальше нам пройти. И, собственно, на этом этапе мы уже начинаем возвращаться вполне себе к повседневной активности. Далее у нас идет тренировочный этап, самый разный у всех. То есть для кого-то надо вернуться к спорту, для кого-то достаточно просто к уборке по дому, просто к обычной жизни. В зависимости от целей данного периода будут и поставлены разные задачи. Но в целом этот период направлен именно на тренировку мышц. Здесь могут уже подключаться силовые упражнения. Но, опять же, помнить, что любые силовые упражнения вводятся очень постепенно. То есть нет такого, что вот мы 21 день щадили-щадили руку, ничего ей не делали, а потом сказали, все, 21 день, можно силовые упражнения и гантельку 5 килограмм. Нет, так оно не работает, даже если силовые упражнения начинаются с самых простых упражнений. То есть это может быть либо самоутяжеление, либо простые ленты-эспандеры, легкие гантели, полукилограммовые. И, естественно, все по самочувствию. То есть нельзя допускать того, что вот мне врач сказал, надо 10 раз, 5 подходов, а я уже после 5 раз, у меня все болит, не могу. Естественно, все еще мы следим за своим самочувствием. И на данном этапе очень важным пунктом является укрепление не только мышц руки, но и укрепление сердечно-сосудистой системы. Потому что именно сердечно-сосудистая система будет отвечать впоследствии за то, будут ли у нас какие-то застойные явления. Как, возможно, многие слышали, одним из таких осложнений, которых мы боимся после операции на молочной железе, в частности после удаления лимфоузлов, это отеки. Чем более подготовленная будет сердечно-сосудистая система, тем меньше шансов, что будут отеки. Естественно, при прочих равных. То есть на появление отеков также влияют, естественно, и объем операции, количество удаленных лимфоузлов, и многое-многое другое. Но в плане реабилитации, чем менее подготовленная сердечно-сосудистая система, тем больше шансов, что так или иначе какая-то проблема может выйти. Также хотелось бы поговорить про лечебную физкультуру при лучевой терапии. Здесь уже больше идет такой общий укрепляющий эффект. Нам важно здесь вернуть свою осанку. Все так же важно работать с подвижностью суставов, потому что чаще всего при раке молочной железы лучевая терапия идет как раз либо на область самой молочной железы, либо на область подмышечную. И это может вызывать либо те же отеки, либо нарушение подвижности, потому что состояние похожее на ожог, и в целом больно двигать рукой. Естественно, через боль мы ничего не делаем. Принцип все тот же, что и после операционной. Без боли постепенно начинаем с тех мышц, которые мы можем двигать. То есть это кисть, локоть, и постепенно так мы переходим к плечевому суставу. Все так же достаточно большое внимание мы уделяем общий укрепляющим упражнением. Мы подготавливаем сердечно-сосудистую систему и мышцы корпуса. Как раз осанка, ноги. Все это также наши резервы, которые нам помогают справиться с лечением, которые иногда бывают достаточно тяжелые. Как я уже говорила, задача и укрепления мышц, и формирования правильной осанки – это профилактика тку подвижности суставов. И все тот же принцип рассеивания нагрузки нам очень помогает дозировать эту нагрузку и делать ее хорошо переносимой. То есть мы чередуем специальные упражнения, дыхательные упражнения и общие укрепляющие упражнения. Практически все, что я говорю про лучевую терапию, может быть интерпретировано и для химиотерапии. Тут тоже, так как это системное лечение, нам важны резервы организма, чтобы были силы на сопротивление химиотерапии, которая, опять же, бывает достаточно тяжелая. Собственно, также хотелось рассказать про один ресурс, который нам, как врачам, и вам, как пациентам, может помочь контролировать ваш процесс реабилитации. Это сайт OnCoreHub. Это возможность занятий ЛФК онлайн, дистанционно. Как вы понимаете, естественно, на этапе стационарном мы вас видим, вы нас видите, нам работать просто. Но как только вы выписываетесь, ваша реабилитация не заканчивается, а с нами связь уже иногда бывает затруднена. Это один из способов, которые помогают эту связь оставить и восстановить. В данном случае это специальный сайт, на который регистрирует вас лечащий врач. То есть это могут быть либо по назначению лечащего врача, либо кто-то из наших реабилитологов. У нас у всех есть доступ к этому сайту. Единственная сложность. Тут важно владение... Нужна электронная почта, на которую придет приглашение на сайт. И надо будет заполнить простую форму, в целом очень интуитивно понятный интерфейс данного сайта. В частности, вот на первом слайде здесь вариант, как выглядит с телефона приглашение на сайт. То есть вот здравствуйте, вот такая-то, такая-то, вас пригласил такой-то врач, пройдите анкетирование. Вас, естественно, сразу перебрасывает на сам сайт. Чуть-чуть попозже покажу вариант анкеты. И также через такие же напоминания приходит расписание занятий. Тоже личный кабинет. Приходит напоминание, что вот у вас в такое-то время будет занятие. И кнопочка присоединится к занятию. Занятия проходят через приложение Zoom. Это, по сути, аналог скайпа. То есть приложение, через которое мы можем вас видеть, вы можете нас видеть. Вот один из вариантов самой анкеты. После каждого занятия также приходит анкета для проверки того, как вы себя чувствуете после занятия, хорошо ли вы его перенесли. И вот анкеты там. Общие симптомы. Нет ли температуры, усталости, болей. Контроль раны, если это говорится про послеоперационную пациентку. В целом про общее самочувствие, какие-то болевые синдромы дополнительно. Также достаточно важно то, что я люблю в этом сайте, то, что здесь есть окошко, в которое вы можете прислать любые документы, которые вы считаете, что врачу будут интересны и необходимы для вашего наблюдения. И здесь можно добавить файлы и отправить. Через это же приложение вполне себе можно общаться с врачом и задавать ему вопросы, если в процессе лечения они какие-то возникают. И по завершении курса, обычно это 10-15 сеансов, все еще вы остаетесь в этой системе и можете записаться на занятия повторно. Как оно проходит, как оно выглядит в целом. Например, здесь я в зале ЛФК. В зале ЛФК также могут быть пациенты, которые в это же время занимаются. И вот так вот выглядит интерфейс, то есть инструктор и присоединившиеся наши пациенты. Спасибо за внимание.